Живая история. Это каска самарского бойца, получившего ранение в зоне СВО. Сейчас он находится на лечении в госпитале. Экспонаты выставки, открывшиеся в историческом парке России «Моя история», делятся на три группы. Одна из них касается жизни отряда «Барс-15». Это боевой армейский резерв страны. Он состоит из казачьего добровольческого отряда «Ермак» и комплектуется казаками войскового казачьего общества и жителями Самарской области. Был сформирован в мае 2022 года, а сейчас государственными наградами отмечены более ста казаков. Безусловно, они достойны уважения, достойны того, чтобы о них помнили. И вот эта экспозиция будет как раз-таки напоминанием, прежде всего, нашему подрастающему поколению, всем, кто интересуется историей России, ну и, конечно же, ветеранам, которые прошли зону специальной военной операции. Главная цель – это, конечно, пропаганда подвигов наших бойцов, пропаганда достижений нашего государства, его строительства сегодняшнего, то, как видоизменяется наша Родина, как она более ответственно относится к своим героям. На самом деле, очень важно воспитывать в детях, во всем подрастающем поколении молодежи, патриотизм. По словам работников исторического парка, организовать выставку было непросто. Обычно музеи работают с фондами. В данном случае экспонаты предстояло собрать. Проект состоялся благодаря нашим партнерам. То есть, как говорится, с меру по нитке мы собрали информацию, материалы, предметы. И очень я благодарна этим людям, этим организациям, что мы вместе могли создать такой вот интересный проект. Часть экспонатов предоставила Самарская 132-я школа. На базе учебного заведения работает музей. И в этом году мы открыли новую экспозицию, посвященную СВО. Мы собирали ее по крупицам. У нас есть свой герой. Это не наш выпускник, Богояров Сергей Валерьевич, но он друг нашего выпускника. И вот наш выпускник привел его к нам в школу. Сергей Богояров пошел добровольцем в зону СВО в мае 2022-го. Полгода прослужил в отдельном добровольческом отряде «Барс-3» на Запорожском направлении. У меня дед воевал, он кадровый военный. И мне не смог сидеть дома, смотреть по телевизору, что там происходит. Гордость музейной коллекции. Вот такие печи, получившие название «Самарочка». Бойцам в зону СВО их передал общественный фонд «Звезда Элира». Разработали печи в Самаре, они работают на жидком топливе с применением капельной системы. Практически не выделяют дыма, а значит, не раскрывают местонахождение бойцов. Андрей Бессонов, Виктория Шаре, Григорий Плешаков. События. 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 События.